Губернатор Свердловской области Куйвышев подписал постановление, согласно которому вход в лес теперь для жителей региона станет платным, не только в лес, но и в какие-то лесопарковые зоны. Ценник такой от 60 до 300 рублей, подозревая, все зависит от популярности того или иного места. Если, значит, речь идет о каком-то лесопарке в черте Екатеринбурга, например, там, значит, будет это стоить подороже. Если где-то на выселках, то подешевле, ну что я могу сказать, добро пожаловать в путинскую Россию. Для путинской сегодняшней России это, к сожалению, нормально. С другой стороны, ребят, ну вам и так правительство валежник разрешило бесплатно собирать, ну не наглейте уж, а дайте людям немножечко набить себе карманы, это реальная журналистика. Юля в отпуске и будет там находиться пару недель, поэтому в итоге недели вместо нее, видимо, буду подводить я и вот мой сценарист. Рассказать есть о чем, потому что, например, уходящая неделя, но она прошла под флагом Днищи Днищенская. И сейчас потихонечку повспоминаем. Поехали! Фонд борьбы с коррупцией Навального хотят внести в список экстремистских организаций. С такой инициативой буквально накануне выступила прокуратура города Москвы. Причем речь идет не только об ФБК, кстати, признан иностранным агентом не так давно. Но речь идет и о штабах Навального, то есть все организации Навального, так или иначе, по инициативе прокурорских, видимо, внесут. А в том, что внесут, я даже не сомневаюсь, внесут в список экстремистских организаций, я другого не понимаю. Вообще, вот если юридически посмотреть на этот вопрос, это достаточно серьезное обвинение. Должны быть достаточно какие-то серьезные основания, какие-то серьезные доказательства, как ребята из московской прокуратуры собираются все это дело доказывать. Какие есть, у них действительно есть основания на руках. Потом, второй момент, опять же, юридическая сторона вопроса. Коль скоро речь идет не только об ФБК, но и о штабах Навального, коих, насколько я понимаю, 80, то это как минимум 80 с лишним дел. Это как минимум 80 с лишним обвинений, ну потому что нельзя, да, каждую булочную, в которую однажды зашел Навальный, назвать экстремистской организацией. Хотя вот вы знаете, в очередной раз убеждаюсь, мы живем в России. И здесь слово закон, слово право, это в принципе пустой звук, это то, на что можно наплевать, ну и нам, разумеется, ребятам оттуда. С одной стороны, анекдот, с другой стороны, ну это уже откровенно напрягать начинает. Ну и в связи с этим решили мы провести очередной опрос, узнать, что думаете вы по этому поводу. Опрос, как обычно, будем проводить в нашем телеграм-чате, все ссылки сразу под видео. В описании вопрос сформулировали следующим образом. Считаете ли вы, действительно считаете ли вы ФБК Алексея Навального экстремистской организацией? Ну и варианты ответов, их будет три в этот раз. Первый, да, считаю, ФБК действительно является экстремистской организацией. Нет, не считаю, нам в очередной раз вешают лапшу на уши, нас обманывают. И вариант номер три, он такой условный, я вообще считаю, что людей, которые пытаются разоблачить бандитов, нельзя записывать в экстремисты. Ну или свой вариант, предложите, напишите в комментариях. В одной из будущих программ обязательно подведем итоги этого голосования. Продолжаем. На этой неделе в очередной раз бомбили Воронеж. Правда, как оказалось, не только Воронеж, другим городам тоже досталось. 15 апреля стало известно, что Российская Федерация закрывает границы с Турцией. Из-за политических разногласий все это произошло. Ну понятно, что официальная версия была другой. И вот, значит, для россиян в очередной раз закрыли выезд на турецкие курорты. Оказалось, что огромное количество наших соотечественников уже купили путевки. Даже где-то приводилась цифра, кто-то подсчитывал. Порядка 30 миллиардов в общей сложности. Вот только путевки до 1 июня уже выкуплены. Разумеется, люди попали на деньги. Разумеется, начали задавать вопросы, кто нам эти деньги вернет. Но дальше произошла история, которая лично меня умилила. Почему-то наши соотечественники, причем по всему миру, разом пошли к офисам турецких компаний. В частности, к офисам турецких авиалиний. Начали требовать, значит, возместить ущерб у турков. Вот у меня, вы знаете, вопрос. Простой вопрос. А чего вы идете к туркам? Турки ведь вам ни в чем не отказывают. Почему вы не пошли возмущаться тем людям, которые, собственно, вынесли вот этот самый запрет? Из-за которых вы, собственно, вот русский Ваня и попал. Почему Ваня всегда идет по пути наименьшего сопротивления? Грубо говоря, я купил велосипед в магазине. Мэр города вынес постановление, что на велосипеде я не имею права с сегодняшнего дня кататься по городу. Кто виноват, кому я иду предъявлять претензии? Ну, разумеется, к производителю велосипеда. Слушайте, ну это бред сумасшедшего. Хотя, ну, в очередной раз убедился, что вот эта вот таблетка, делающая людей дебилами, которую ежедневно, да, принимают телезрители. Ну, а теперь уже не только телезрители, путинские пропагандисты в интернет пролезли. Вот эта таблетка, она все-таки работает. Ну, что будем посмотреть, что из этого получится. Ну, или ждать какого-то появления серого вещества в головах наших с вами соседей. Дальше. В пятницу прилетела новость, которая, ну, вот лично меня вообще порадовала. По инициативе правительства теперь, оказывается, данные о каждом новорожденном будут вноситься на сайт госуслуг. Госусуслуг. Дождались, ребят. Вот мы много об этом шутили, про цифровой концлагерь. Вот он случился. Хотя я нашим чиновникам предложил бы пойти дальше и сделать вот что у нас. Огромное количество незаселенных территорий, да. Ну, где-то на крайнем севере. В Сибири есть отдаленные уголки. Построить там гетто. Просто поделить всё, попилить на гетто. И вот если, значит, ребёнок рождается, это не ребёнок элитных родителей, то, в принципе, можно его приписывать тому или иному гетто. Да, поделить всё на дистрикте, дистрикты, во, дистрикты. Слово забыл, да, как в фильме «Голодные игры». А почему нет? Я так понимаю, что это мечта наших правителей. И ВАТа поддержит, я больше, чем уверен. Ну, если серьёзно, ну, вы знаете, в очередной раз нарушаются права человека. Причём тут уже по нескольким статьям, во-первых, кто сказал, что ребёнок – это не человек. У ребёнка есть точно такие же права, да, и коль скоро пока он их не осознаёт, это не значит, что у него их можно воровать. Второй момент. Тут смежно нарушаются и права родителей. То есть, грубо говоря, вот я написал в своё время заявление, согласно которому я выступил крайне против того, чтобы мои данные каким-то образом использовались с сайтом госуслуги. Я просто написал о запрете на использование моих персональных данных, но они не мытьём так катанем, потому что что есть у ребёнка? У ребёнка есть папа и мама. Если автоматом вносятся данные этого ребёнка на сайт госуслуги, то, естественно, автоматом туда будут носиться данные, значит, в том числе папы, в том числе мамы, ну и со всеми вытекающими. Ребят, повторюсь, ну это уже называется охренели. Второй момент. Много раз говорил, сделаю об этом, конечно, отдельную программу, о том, что вообще-то сайт госуслуги, там государство, а слово государство, одна только вот эта вот приставочка гос. На самом деле, это вполне себе частная лавочка, но, тем не менее, эта частная лавочка зачем-то, почему-то, да ещё теперь в принудительном порядке, собирает персональные данные. Вот на данный момент уже у них там со 103 миллионов россиян. Что будет с этими персональными данными, я не знаю. С чем я в нации поздравляю. Очередной прорыв. Спасибо, дядя Вова. Героем недели, безусловно, в этот раз стал Байден, который в очередной раз жёстко наступил на хвост с жуликом и вором, да, из кремлёвской шайки, то есть из числа тех людей, кого мы ошибочно называем слугами народа, из числа тех людей, кого мы ошибочно называем властью, из числа тех людей, которых мы ошибочно называем представителями нашего государства, правильно, это жулики и воры. И вот Байден в очередной раз прижал им хвосты. Ну, они, как обычно, начали, как вот эти вот шавки, да, как шакалы, где-то там сидя в углу плеваться ядом, бросаться всем, что попадётся под руки, объявили о каких-то контрсанкциях, зеркальных, как они их называют. И вот знаете, что меня-то умиляет, например? Вот меня умиляет, что когда американцы вводят против нас санкции, то они это делают как-то обоснованно, они объясняют, почему против того или иного человека вводятся санкции, то есть там есть фамилия какого-то чинуши, то они объясняют это как? Смотрите, у этого чинуша у нас там на территории США есть какой-то бизнес, у него есть какие-то активы, у него есть там какие-то дома, да, там, ну и так далее. То есть, грубо говоря, он здесь живёт, здесь учатся его дети, здесь проживает его там семья, супруга, и вместе с тем, находясь в России, он постоянно поливает грязью Соединённые Штаты Америки. Тут можно понять, если кто-то заселился в ваш дом, там, на каких-то там паритетных даже началах, попросился там, условно говоря, и при этом начинает поливать грязью, ну вы тоже, наверное, введёте в отношение этого человека санкции, живёт у вас, поливает вас грязью, да, там, или поселил туда свою, к вам свою семью, а всяко-разно вас обсирает. Да, тут, по крайней мере, всё объяснимо. Что же делают вот наши зеркальные санкции, так называемые зеркальные санкции, я вообще не понимаю, с какого потолка эти фамилии берутся, почему никак это не объясняется, но, опять же, для ваты, наверное, оно здорово. Ну и не могла не порадовать Захарова, вот эта вот вечно пьяная, на мой взгляд, женщина. Раньше я думал, что это шутки, сейчас я так понимаю, что курит что-то несвежее постоянно, пьёт что-то несвежее, и вообще, видимо, после каждой энной рюмки интервью даёт, потому что на сухую она, ну, то, что она несёт, нормальный трезвый человек никогда таких вещей, ну, понести не сможет, то есть в качестве контрмер, да, госпожа Захарова вот опять выдала, что давайте вообще запретим доллар, то есть давайте его изымем, не будем считать его международной резервной валютой, и вот тут, вы знаете, я немножко прикурил. Мне всегда хочется сказать о таких случаях. Госпожа Захарова, ваш телевизор ведь не только идиоты смотрят, но ещё и умные люди. Что значит отказаться от доллара? Доллару скоро конец, потому что он ничем не... Почему смеётесь? Да. Он ничем не подтверждён. Да. Объясните это как эксперт. Так ли это? Нет. Самый простой ответ на этот вопрос. Российский Центральный Банк, который не состоит из членов, тайных членов секты Навального, хранит деньги в долларах. Напрямую или через каких-то там посредников, но так и есть. Вот доллар, как ни странно, как только в мире происходит какая-то нестабильность, люди бегут и покупают американские облигации. Вот очень показательно это интервью, потому что, да, действительно, Центробанк – это не сундук с золотом, да, как многие ватники себе представляют, над которым чахнет там Кощей, нет. Центробанк – это немножко больше. Да, это то место, те самые закрома Родины, где хранятся наши активы, вот треть этих активов хранится в долларах. Еще треть этих активов хранится в ценных бумагах, в том числе в американских. И если все это пересчитать на рубли, то это огромные суммы получаются. Это триллионы, десятки триллионов рублей. Мне просто хочется понять, что предлагает госпожа Захарова, взять все это и сжечь в печке. Вот об этом она сегодня говорит. Вот, ну, тогда ее надо привлекать, за то, что она хочет нанести урон нашей стране. Вот так вот лично мне запомнилась эта неделя. Надеюсь, следующая будет лучше в каком-то смысле. Ну, а вам удачных выходных. Увидимся, услышимся очень скоро во вторник. Пока-пока!